МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ой, господи. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Ай, чёрт! Ай! Кофе, мадам, прошу. Месье ещё спит? Нет, он давно уже встал, работает у себя в кабинете. Спасибо. Вот, молодец. Молодец, хорошо. О, здрасте. О, я с тобой согласен, Симон. Это возмутительно. Ладно, пойдём. Пойдём гулять. Вот так, пойдём. Спасибо. Господи, суп. Чё, 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 ну, погоди, ты что, с ума сошёл, Серёжки? Вот, всё. Нет, не всё. Когда наконец это прекратится? Я исправлюсь, честное слово. Когда? Скажи мне, когда? Ну, вот прям сейчас. Всё брошу, начну справляться. Иди умываться. Тебе что, чай или кофе? Ой, Господи. Архаровцы, ну-ка, подъём. Быстро, быстро, меня кто-нибудь вообще слышит? Алло. Ребята, в школу опаздываем, бегом. Так, и ты, товарищ, тоже давай пошевеливайся. Давай, 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 давай. Жду вас на завтраке. Вставайте. Нормальные люди на утро едят. Круассаны, а мы гречку. Дурак, нормальные люди на завтрак бутерброды с чёрной икрой трескут. Ага, и лобстеров. Где же таких людей нормальных видел? Да ладно, не парься. Гречка тоже сойдёт. В ней это, железа много. Где железо? Нету железа. Ешь давай. Доброе утро, дорогая. Пожалуйста. Спасибо. Месье. Приятного аппетита. Спасибо. Там приехал твой фотограф. Уже? О, Боже. Мам, дай пятьсот рублей. Чего? Сказали сдать на праздники, а я, как всегда, не сдал. Коль, подойдёшь с Федькой к вязать трофею, мне скажешь, что мы не можем сейчас. Что ему, нянька, что ли? Пусть сам скажет. Пусть школа сам ходит. Что меня перед пацанами позорит? А я им курить мешаю. Заткнись. Чего? Коль, да вы что? Ну ты так взрослый лучший. Серёж. Федя, 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 Федя. Стоять. Ты вроде как завтрак обещала. Ой, да, прости, сейчас. Ой, тихо, тихо, тихо. Серёж. Мам, я пошёл. Чтобы Федьку мне довёл. Ага. Серёж, слушай, ты за квартиру заплатил? Что? Мама, мама. А, ты знаешь, нет. Денег не хватило. Мам, ну скоро? Что значит не хватило? Сонь, пойди посмотри, а вдруг мышка Федькин зубик унесла из цветочного гашка? Давай бегом. Что значит не хватило? Я тебе всё до копейки дала под расчёт. Ну, так получилось. Глушак накрылся. Пришлось поменять. А-а-а. Понятно. У тебя сегодня собеседование? По сколько? В три? Ну, с жиру бесится. Ты посмотри. Старую тачку ставят в серию системы на пятьсот баксов. А тут нужно, чтобы просто ездила. Банально ездила и всё. Слушай, Серёж, я, кажется, с тобой разговариваю. Я не пойду на собеседование. Всё это глупость несусветная. Да что ты. Почему? Да потому что меня всё равно не возьмут. Никому я там не нужен, Наташа. Серёж, ну откуда такой пессимизм? Ну ты чего? Ну? А мне что, от радости скакать? Понятно. Серёж, заплати, пожалуйста. За квартиру и за телефон. Ну вырубят же. Сонь! За детьми прибери. Бардак достал уже. Мама, мышка зубиком горшочек разбила. Ой, прекрасно. Здрасте. Здрасте, девушки. Куда это ты Соньку так рано тачишь? Ну как, куда? В сад? Так он же на карантине. Я твоему говорила. Странно, он мне не сказал ничего. Ну и куда мне теперь с ней? Ну уж сами разбирайтесь. Господи, ну почему? А я, Боженьки, помолилась. Почем помолилась? Чтобы садик закрылся. Это кто тебя научил? Это Баба Маша сказала. Она сказала, что если чего-то хочется, просто помолись. Серьёзно? Да. Пойдём, молитвенница моя. О, замечательно. Вот так. Подвиньтесь, пожалуйста, вправо. Вот так. Прекрасно. Вот так. Луи, познакомьтесь. Это мой муж Жан-Пьер. Хорошо. Сделаем семейную фотографию. Прекрасно. Прекрасно. Вот так. Месье Жуфуа, думаю, вам лучше сесть в кресло. Так? Или так? Да. Вот так. Превосходно. Катрин, вы встаньте рядом с мужем. Вот так. Великолепно. Замечательно. Влюблённая чета Жуфуа. О, гениально. А если мы поищем Жужу, чтобы сделать несколько снимков? Жужу. Момент. Жужу. Он совсем свихнулся на своей Жужу. Жюли, где наша малышка? Господи, как же я по тебе соскучил с дорогой. Сторожая камера. Да, бухтуз ты камера, я тебе новую куплю. А вот моя красавица. Мне кажется, идёт. Вот и мы. Сделаем несколько снимков с нашей мамочкой. Я же тебе говорю, у него крышу совсем снесло. Дорогой. А по-моему, очень даже симпатичный. О, Луи, вы говорите по-русски. Бабушка Луи из России. Правда? Правда. Моя бабушка давала мне уроки русского. А, я вам искренне завидую. Катя и я вот уже пять лет вместе. А я не могу произнести ни одного слова по-русски. Я на самом деле очень плохой ученик. Жужу, привет. О, вот так хорошо. Прекрасно. Она так мила. Браво. Не стучи. Почему? Потому что уронишь. Зато еще я ее не сломала. Я рада. Отойди. Давай-давай. Ой, сынка. Ой, что-то мне тошнит. Ты что, мам, гречкой отравилась? Ой, не знаю. Неужели восемь недель? Милочка, у тебя когда была последняя? А я не помню. Ну, потрясающе. У тебя интимная жизнь с мужем интенсивная? И результативная. Ну что, Мариата Михайловна, ставим ее на учет? На какой учет ее? У нее и так их уже трое, бедняжка. Деточка, держи конфетку. Спасибо. Умничка моя. Пожалуйста. Как я тебе сочувствую. Искренне, Наташа. В наше время кормить такую арабу. Ну, на какое число тебя записывать? Куда? На аборт. Да, мадам, но что я скажу господину Жифра? Он же наверняка захочет ознакомиться с результатами анализа. А у вас все прекрасно, слава богу. Тьфу-тьфу-тьфу. Он же станет недоумевать, отчего это вы никак не можете забеременеть. А мы ему скажем, что на все воле божье. Потом, вы знаете, мне кажется, что от ваших противозачаточных таблеток я стала поправляться. Может быть, вы посоветуете какое-нибудь другое средство? Да-да-да, конечно, мадам, я подумаю. Но, вы знаете, все же ваш супруг меня это беспокоит. Послушайте, благодаря мне вы живете во Франции и зарабатываете хорошие деньги. Я ведь могу вас обратно в Россию отправить, будете обслуживать пенсионеров. Вспомните об этом. Катрин! О, добрый день, доктор. Вам удалось выяснить причину? Часть анализов готова. Но по ним еще очень трудно делать какие-то выводы. Вы не представляете. Иногда я застываю в витрин магазинов с детской одеждой, как какая-нибудь беременная секретарша. О, дорогой, позвольте я пойду. Да, конечно. Месье? Мадам. Мадам. Добрая стерва. Сережа, Сережа, ну не надо. Не волнуйся, дети уже спят. Сережа, Сережа, ну хватит, ну я же прошу тебя. Ну, ты чего? Ну неудобно, ну там дети за стеной, Сережа. Ну, ты что, смеешься? Они у нас всю жизнь за стеной. Сережа, ну я не могу. Ну что такое? Слышишь? Надка, у тебя проблемы? Ну так скажи. Проблемы. Ну, у меня, ну то есть и у тебя тоже ребенок будет четвертый. Какой четвертый? Я не понял. Сережа, что ты не понял? Я беременна в четвертый раз, что тут непонятного? Ну да. Ну так ты даешь. Ты что ж, меня в петлю хочешь загнать что ли? В какую петлю? Сережа. Прости. Прости, родная моя. Ну, прости. Мы же его не оставим. Ты же сделаешь это, правда, ради наших детей, ради нас. Хорошо. Наточка, да? Ну, надо думать о наших остальных детях. Натуха. Сереж, вот скажи мне просто. Вот этот ребенок, он чем хуже, чем те? Тем, что он еще не родился? Что ж, а вдруг это девочка? Ты же любишь девочек, Сережа. Ну, подожди, ну ты же любишь. Ну, у Соньки будет сестренка, ну что здесь такого? Ну, где трое, там и четверо, Сережа, это же не проблема. Ну, живут же как-то и люди. Это бред, это бред, какой-то бред, бред. Ты что? Ты идиотка оптимистичная. Да что ты плетешь? Ну что, когда увидимся? Не знаю. Я еду в Россию. В Россию. В Россию? В Россию? Подожди, а куда именно? Не поверишь, в твой родной город. Да ладно? Да. Заказы редакции. Они хотят, чтобы я сделал царю портрета местных девушек в национальных костюмах. Между прочим, ты в этом виновата. Я? Да. Ты моему редактору эту песню напела еще давно. Вот я и еду. Слушай, я поеду с тобой. Нельзя, слишком рискованно он может узнать. Перестань, я что-нибудь придумаю. Я найду какой-нибудь повод. Луи, это гениально. Мы поедем в Россию вместе. Я тебя обожаю. До скорого. Доброй ночи, мадам. Доброй ночи. Месье уже спит? Кажется, да. Хорошо. Катрин, где ты была? Жан-Мишель. Боже мой. Где ты была? Как ты меня напугал. Ездили в ресторан с подружкой. А почему ты спрашиваешь? Твою подружку зовут Луи? Жан-Ми, что за чушь? Почему ты была в его машине? Он просто подвез меня. Это все. Он ужинал в том же ресторане. Катрин, ты меня обманываешь. Я знаю, что ты обманываешь. Я это вижу. Например, сегодня, когда вы говорили по-русски, чтобы я ничего не мог понять, я все-таки что-то понял. Господи. Ну, что ты там по-русски можешь понимать? Я понимаю чуть-чуть. Мне надоело все это. Я больше не могу. Ну, а ты, конечно, опять у компьютера, да? Давай закрепляйся и ложись спать. Ну, я с кем разговариваю? Сейчас, мам. Это что такое? Ну, подожди. Это же Улья Трофименко из второго подъезда. Они в Севастоплю уехали. Ульянка, что ли? Ничего себе. Хорошенькая стала. На маму похожа, да? А как ты ее нашел-то? Ну, я на сайте зарегистрировался. Ну, я уже почти всех своих друзей нашел. Что, сейчас кого хочешь можно найти, так? Ну, да, но если он зарегистрирован на сайте. Хочешь, можем хоть весь классный найти. Нет, ты что, зачем? Погоди. Откуда у тебя эта фотка в компьютере? Не в компьютере, а в интернете. Ну, это вы с папой? Ну, да. А это Катька Еремина, подружка моя. Господи, где она сейчас? Ты знаешь, я ее сто лет не видела. Чего-чего? Катрин Жуфруа? Париж, Франция? Ты посмотри. Фу, даёт. Это та Еремина, которая только что на той фотографии детской была. Ну, нифига себе особнячок у нее. У нее муж какой-то крутой. Наверное. А сама тоже красавица. Не то, что я клуша. Кстати, можно и написать. Что, прямо сейчас? Да, говори, что писать. Ну, я не знаю, что писать. Ну, как там? Здравствуй, Катя. Нет, фу, глупо. Напиши. Катюха, привет. Это Наташка Морозова. Подружка твоя школьная. Сидели за одной партой, если помнишь. А ты подумала, как мы жить будем? Тише. И где? Здесь. Твоя тетка, между прочим, в двухэтажном доме живет. Одна. Не жирно ли? Хорошо, за городом. Но в двухэтажном. Вот тогда бы я еще подумал. И тогда бы еще можно было о чем-то говорить. А здесь, в однокомнатной, однозначно нет. Все. И напиши, ждем тебя в гости в любое время. Пока. Мам, не делай. Чего? Аборт. Не надо. Ой, господи. Морозова. Ах. Ты даже не представляешь, как ты вовремя. Входите Катрин Прости меня Я подумала, что нам нужно немножко отдохнуть друг от друга, Жан-Мишель И каким образом? Я уеду куда-нибудь на недельку Например, в Россию Может, ты собралась туда за компанией Слы? Я прав? Милый Ну, какой к черту Луи? Меня подруга детства в гости приглашает Одноклассница моя, Наташа Морозова Вот, сам посмотри Вот, смотри Мама, а почему бабушка Маша живет одна в таком большом доме? Потому что баба Маша вдова адмирала А что это вдова адмирала? Адмирал — это главный моряк на флоте Я тоже хочу быть вдова адмирала Ну, что ты такое говоришь-то? Ты чего такой глупости-то говоришь? А что, я тоже хочу жить в таком большом красивом доме Пойдем, пойдем Палуба должна блестеть Наташа, под лестницей хорошо протри А то в прошлый раз грязюку оставила Теть, Маша, что придумать? Потому что раз чисто я все вымыла Разговорчики в строю Ну, давай посмотрим, что-то ты нам тут принесла Хлеб, молоко, фрукты Ничего особенного, так, по мелочи Хлеб, ну, дрожжевой Ты же знаешь, что я не ем дрожжевой хлеб Теть, Маша, другого не было А, ладно Так, молоко А что в пакетах? А совхозного не было? Ой, теть Маша, совхозная очередь большая А мне нефть достоять А колбасу зачем взяла? Ты же знаешь, из чего ее делают Тут одна соя в перемешку с крысятиной Забрать? Ладно Так О, бананы Эквадор или Панама? На Бананы, пананы, бананы Так, тихо, ягоза Теть Маша У меня на самом деле разговор к вам Просьба небольшая Вернее, большая Я же все-таки не чужой вам человек Ну, говори, что, Наташа? Я знаете, что подумала? Может быть, имеет смысл Нам К вам В дом Перебраться Я бы никогда в жизни на эту тему не стала говорить Если бы не наша безвыходная ситуация с жилплощадью Честно Мне было бы легче гораздо, если бы мы здесь с вами жили Я бы и по хозяйству с продуктами было бы проще А то мы с Сонькой мотаемся на этих маршрутках Ну, ей-богу, ни сил, ни времени не хватает Уму непостижимо Ну, не чужие люди, теть Маш Ну, может, вместе как-то полегче будет, а? Это ты метишь на мою жилплощадь? Да нет, я бы и не стала об этом говорить Если бы не такая безвыходная ситуация Мы в однокомнатной квартире друг у друга на голове, теть Маш Ты мне тут яду не принесла? Теть Маш Нет? Сонь, иди одеваться Иди сюда Давай, давай Честно Интересно, о чем вы думали, когда детей плодили? На свои силы надо было рассчитывать О чем ты думала, дорогая? И больше можешь не носить мне свои продукты ядовитые Идите, идите со своими волнами радиомагнитными Алло Слышь, мам, ты представляешь? Она едет, едет Кто едет? Коль, давай потом Да Катька твоя парижская, письмо ночью, которое ты писала Когда едет? Сегодня, представляешь? Господи Извините, я уже прилетела, да, по аэропорту Ты в какой гостинице остановился? Как еще не вылетел? Завтра? Я встречу тебя Нет, нет, обязательно встречу Да, целую Обнимаю тебя Еремина? Иди, Еремина, когда мне за красотой-то следить? Что? Трое? Трое? Трое! Трое, трое! Дети есть? Ну, как ты сама понимаешь, живу хорошо? Угу Детей нет Как говорится, есть дела И поважнее Да что ты, это ж какие Полушкина, все тебе расскажи Вообще смех с мехом, но в этой машине места больше, чем в моей квартире, честное слово Да ладно Да А что, твой-то машиной-то так и не обзавелся? Нет, ну почему же? Есть у нас транспортное средство, так называемое Только уж я не знаю, хорошо это или плохо А что такое? А вот все тебе расскажи, мамзель Ой, ой, ой Ну, добро пожаловать Слушай, я уже и забыла, как это бывает Ой, ой Не волнуйся, я все подниму Наташа, сейчас, прости Да ну прекрати, Сереж Ой Полушкин, привет Еремина, ты что ли? Ну, а кто еще? Ты что, уже своих не узнаешь? Какая же ты своя? Ты же теперь импортная Да ладно, перестань Ну, привет Здорово Ой, дохлая-то стала Мне нравится, не ешь Нет, ну почему? Очень даже нравится Так, ну а где у вас гостиная? Где детская? Ну, как где? Вот здесь и есть Да И гостиная, и детская Ну, и спальня Вы хотите сказать, что Живете В пятером одной комнате? В шестером Скоро будем, да? Правда, что ли? Так вышло Да, как говорится, чисто по-русски С размахом Я прям глазам не верю Прошу, мадзан Спасибо Имею право быть джентльменом, один раз в пятилетку Серега, это, видимо, тебе Что это? Коняк, наверное, да? Ты бы видел, на какой машине мы роскошной приехали Ну и зря деньги тратили, я бы вас отвез куда надо Серега, ты сам на какой машине ты ездишь? Я еще на которой ездил на копейки Ничего, между прочим, бегает старушка У другого бы давно на свалке гнила Да, ты мужик мастеровой, я знаю Да, только не все это ценят Между прочим, глушак сам поменял Да ты что? Крыло выправил, красочку подобрал Покрасил, как конфетка Если бы не Колька, болван А что Колька? Да я сам виноват Пристал как с ножом к горлу Дай порулить, дай порулить Ну я ей дал И что? В поворот не вписался Черканул во дворе тачку навороченную Господи Влетели штук на двадцать Да ладно, это страховой случай Случай, может и страховой Только я на этот год страховку оформить не успел Что значит не успел? Сереж, как можно не успеть оформить страховку? Ты что, с ума сошел? Ты сказал, двадцать тысяч, это чего? Евро? Да каких евро? С ума сошла Рублей Значит, так это где-то пятьсот евро Ребят, я вас умоляю, дам вам эти деньги Каких очень неудобно, у нас просто реально другого выхода Не волнуйся Я, пятьсот евро, это жесть Нет, я сказал нет Сереж, что значит нет? Что значит ты сказал нет? А где ты их возьмешь, эти деньги? Я сказал нет и точка Все, тема закрыта Ну, нет и не надо Наталья, знаешь что? Ну-ка, давай, собирайся, я кое-что придумала Что? Давай, давай, пошли без возражений Куда вы намыритесь? Я буду делать из твоей жены человека А то на нее смотреть страшно Пошли Эй, стойте, одеться Между прочим, у детей, Полушкин, есть отец Нет, может не надо так уж Что значит не надо, я собираюсь сделать из тебя настоящего человека Женщину Понимаешь, женщину К себе нужно относиться уважительно, а ты? Ну, на кого ты стала похожа, Наташа? На кого? Да черт и знает, на кого О себя любить надо, о себе нужно заботиться Да, ты махнул на себя рукой Так что, Полушкина, получай удовольствие и лови кайф Ты же красавец, умница В школе самой-самой была, все мальчишки только за тобой, между прочим, и бегали Ну, что с тобой случилось? Я замуж вышла Замуж она вышла Твой Серега как был тюфиком, между прочим, так и остался А я тебе, между прочим, говорила, Наташа, не надо, понимаешь, не надо Было тебе за него замуж выходить Ну, попал человек под сокращение Ну, не может теперь работу по душе найти Господи, ну что, он теперь не жить, что ли? Ну, давай, давай, защищай его, оправдывай, подогай его, Лене Хм, тоже мне мать Тереза Вот мой же фруар Денег куры не клюют Между прочим, он мог бы жить на одни дивиденды А он работает, а знаешь, почему? Потому что труд украшает мужчину Полушкина, мужчину, а не женщину Я тебя очень прошу Ну, давай оставим эту тему, а? Ну, пожалуйста Что смотришь? Деньги давать Послушайте, давайте поговорим О чем говорить? Деньги давать, все У меня до вас хорошее предложение Слушай, какие могут быть предложения, а? 25 штук гони, и все, я пошел Денег нет Что? Боже, я понял Я тебя понял, зачем ты детей притащил? Чтобы я тебя пожалел, да? Чтобы по рожью не слезал? Многодетный папаша был, да? Не выйдет! Во! Понял? Да просто оставить не с кем Дяденька, не кричите на моего папу Сонька, ты не лезь Держи, держи, держи ее Да ну вас! Подождите! Давайте я вам все сам сделаю Так выправлю, даже видно не будет Ты издеваешься? Что, самодел на моей тачке? Да, подождите Самодел! Я буду ее ремонтировать Самым лучшим автосервисом Понятно тебе? Тогда не знаю Почка нужна У меня две Ну, войдите в положение Пожалуйста Слушай, ну проклятие, ну Не катит мне с этой тачкой С самого начала не катит А что, уже были проблемы? Заказал ее Из Америки По интернету Ну Написали, что в идеальном состоянии А приехала вся в царапинах Вот с тех пор и не прет Да это дело поправимое Давайте так Я вмятину управляю А заодно и царапину уберу Идет? Соглашайтесь, не пожалеете Ну Ладно Соглашайтесь, не пожалею Полушкина, ну сколько можно тебя ждать, а? Наташ, ну давай быстрее Нету никого Ну давай уже выходи Слушай, какая красота Ох ты мой, тебе так идет Коротко очень, правда Да ты что, с ума сошла? Да с твоими ногами ты что? Это же мужики Штабелями просто будут падать Геремина Это я сейчас штабелем упаду От этих нулей на ценник Ты что, рехнулась что ли? Перестань Да ни на что Считай, что господин Живуа Уже за все заплатил Девочки, вот это на пожалуйста Тоже все упакуйте А вот в этом она пойдет Ну ты пойми, Наташ Мы же один раз живем Поэтому нужно думать о себе Нужно себя любить Себя нужно беречь Ты ведь у себя, правда Только одна такая Ну я не понимаю Как ты на таких каблучищах ходишь Это же кошмар Достигается упражнениями Да, Полушкина, вот еще что Нужно думать о том, что выгодно тебе О том, что нужно тебе А вот ты Ты вот о чем думаешь? Честно Ноги болят Ничего Красота требует жертв И вообще Наташка с сегодняшнего дня Шик, блеск, красота Твои лучшие друзья Да Ты этого достойна Правда Так, Наташка, сейчас быстренько забросим с тобой вещи В отеле, а потом обязательно с тобой что-нибудь придумаем Луи Салют Луи, а что ты Что ты тут делаешь? Ты же мне сказал, что Прилетаешь завтра Я собиралась тебя встречать Да, ну удалось Верваться по ранше Вот я и приехал Кстати, тебя искал здесь Но не нашел Решил ехать в другую гостиницу Да ты с ума сошел Ты что? Это единственная нормальная гостиница В этом городе И потом, между прочим Я зарегистрировалась Под своей девичьей фамилией Еремина Еремина Тогда я остаюсь Луи, господи, как ты меня напугал Боже, я подумала, что ты решил меня бросить Милый А, да, кстати Пожалуйста, познакомьтесь Это моя школьная подруга Наташа А это Луи Можно сказать, что это мой Просто друг Ну да Можно сказать, что и так Ну что, может быть нам Выпить парюмчики чая За знакомство Точно, вперед Пойдем, пойдем, пойдем И так За дружбу За величайшую силу в мире Салю Клына, посмотри, какая она красотка Ну, перестань, пожалуйста Преображительное имя Тали Послушай, если бы ты видел ее два часа назад Никогда бы в жизни не поверила Что это один и тот же человек Правда? Да А еще У нее трое детей О, шутишь Сейчас вернусь Невероятно Вы еще лучше, чем вы, кажетесь Не надо, пожалуйста Я ужасно неловко себя чувствую Вы не любите, когда говорят комплименты? Нет, ну, почему я люблю Отвыкла, наверное, просто Вы так отличаетесь со своей подругей Вы совершенно другая Ну, это естественно Все люди разные Я не об этом Вы такая натуральная Какая? Натуральная? Я что-то пропустила Он сказал, что я натуральная Дамы и господа А сейчас прозвучит песня Которую наша гостья Мадам Катрин из Парижа Посвящает своей лучшей подруге Наташе Аплодисменты Ерюмина, ну зачем? Положкина за тебя Я буду пить за тебя Ну и за знакомство Блин Серега что-нибудь успеет? Слушай, ну-ка иди покажи символ Сейчас Давай-давай-давай Сережа Слышь, поесть чего-нибудь, дай В доме шаром покати Сережка Чего? Ой Ты не замечаешь? У меня в глазах уже темно от голода Ты хлеба купила? Нет А о чем ты думала? В доме не куска хлеба Соль закончилась Последний рулон туалетной бумаги Достала уже твоя безалаберность? Ты хоть бы список составляла Самого необходимого, что ли? Ну, хочешь я Хочешь я яичницу тебе приготовлю? Ты спрашиваешь Сейчас, я быстро Сейчас Давай-давай Держи И где ты шлялась? Ко мне подруга приехала Господи, ну не каждый, прости Не каждый день такое бывает Да? А почему тогда бардак у меня в доме? Каждый день? Почему белье это уже вот Неделю на веревках сохнет? Почему завалы какие-то кругом? Почему в конце концов пол в кухне липкий? Что ходить противно? Ну возьми да помой Я? Когда? Я с детьми твоими целый день мотаюсь Проблемы их решаю Устал, как собака А значит дети только мои Как меня достала эта теснота Этот хлам, этот бардак Одним словом Придурок Да нет, он прав Я ужасная хозяйка Так, все Я больше не могу на это смотреть Поставь с поворотку, ну-ка, ну-ка Я тебе говорю, делай, что я тебе говорю Наташа, верни яичницу на место Я буду сейчас тебя учить, как нужно перевоспитывать мужей Давай, ну-ка Зови своего мужа Чего? Говорю, зови Получки Сережа, иди есть Что есть? Ну вот еда в сковородке Чайник горячий Ну скажи честно Ты правда на чайник замечаешь? Или ты прикалываешься, Сереж? Может это ты прикалываешься? Ты что, в тарелку положить не могла? Почему из коры ты есть должен? Вот теперь из корыта Еремина, чего это с ней? Ну, устала Супер, Туся Ты такая молодец Правильно Живи для себя Только для себя Так Ладно Я, пожалуй, пойду И запомни, ты достойна лучшего Провожать не надо Я в гостиницу Спасибо тебе большое Перестань На сегодня приключений достаточно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Идем Идем, Симона Это возмутительно Как, Симона, мне все это надоело Поднимите, пожалуйста Чего? Я сказала Поднимите, пожалуйста Даже животные не гадят там, где живут Уйди, Симона Спасибо Пошли Пошли, сказал Вот Рота, подъем Федор, не забудь, пожалуйста, собрать портфель Николай, у тебя 10 минут на все, про все Софья, быстренько чистить зубы Умываться Йогурты в холодильнике Чай в термосе Если кто-то хочет чего-то особенного Пусть готовит себе сам Какая ты сегодня красивая Я теперь всегда такая буду Что это? Подарок там Потом посмотришь Ладно? Ой, спасибо Дай поцелую Все, целую всех нежно Пока-пока Я ушла А я? А что ты? Завтракать хочу Ну так завтракай Ты за квартиру заплатил? Из головы вылетела Прости, заплачу Понятно Да ничего страшного, Сереж Я уж привыкла к твоей Исключить незабывчивости за 15 лет Только в нашем доме почему-то безалаберно считаюсь я Интересно, почему? Мам, в точку Только попробуй еще хоть раз его ударить Я серьезно Глаза намазала Ой, смотри Повылезают твои ресницы от этой химии Вот тогда ты узнаешь Ну И что ты мне тут еще принесла? Адыгейский Ну ты же знаешь Что я терпеть не могу сыры мягких сортов Тетя Маша В прошлый раз вы меня отчитали за твердый Сказали, что у вас зубов нет У тебя вечно какие-то крайности А это что? Курица Их же антибиотиками накачивают Ты что, моей смерти хочешь? На помойку ее выброси Так А яйца где брала? Сама снесла Сейчас высиживать буду Тетя Маша На вас не угодишь Ну Могла бы и потрудиться Для пожилого человека Походить Повыбирать На рынок за свеженьким сходить Знаете что, тетя Маша? Ничего не знаю А вот мои дети Пьют Порошковое молоко Едят Курицу с антибиотиками И спят В однокомнатной халупе Друг у друга на голове И ничего, живы как-то А вы не медьте На мою жилплощадь Я уже давно заметила Миленькая ты моя Ты хочешь меня Отравленными продуктами Подкупить Не выйдет Не на ту напала Знаете что, тетя Маша А я к вам больше не приду Колупайтесь тут Как хотите Да, если у вас Какая-то проблема будет То вы звоните В социальную службу Вам там помогут Счастливо Ай-яй-яй-яй-яй Напугала Господи Беда-то какая Здрасте Я пришла Записывайте Полушкина Ты что ли Уж не ожидали С Людмилой Петровной Тебя увидеть Думали не образумишься Никогда молодец Видите, как мы ошибались Мы рядом, Михайловна Да уж, да уж Значит, Акалушкина Давай сразу Завтра В одиннадцать часов Пиши Только не опаздывай, пожалуйста Минут на пятнадцать Раньше приди Есть там кому встретить После операции Встретить? Да А А А Встретить? Есть Очень хорошо Значит, завтра в одиннадцать часов Ночная рубашка И Тапочки Ой, меня извините Но я передумала Полушкина, ты что? Я же тебя, как многодетную мать Без очереди А что-то больше птицы к нам Не залетают Видно, им не интересен край А на щеке твоей Опять Снежинки тают Жизнь проходит Жизнь проходит Молодость Гудбай Облака несутся День короче Ночи Шаг короче До рука слабей Сердце Развернутся 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 Хочет Хочет Но не может Хоть Убей Мы разделим счастье На двоих Сколько нам еще осталось Мы Не знаем Бог молчит На душе усталости С первым лучиком весенним Ты с улыбкой Все простишь А на щеках твоих Все так же Тает и снег А может капля Взелся твои Что там Впереди Никто Не знает Позади Сплошной Туман И дым Все хорошее Мы Быстро забываем А плохое Назад! Алушкина! Давай, давай, давай Назад! Вот, слушай, все тебе черти носят Я весь день ищу тебя по всему городу Давай, задись! Ничего себе Что ты ржешь, говорю? Давай, задись в машину, я паздываю Ерёмина, это ты, что ли? Да я, я! Прости, пожалуйста, я тебя не узнала Давай, 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 быстрей! В таком виде Ну, расскажи, давай, садись Поехали! Наташ, ну давай, ну давай, быстрей! Господи Слушай, я что, виновата, что у них проезд закрыт? Ты не представляешь, как Луи ругается? Ой, подожди ты, я сейчас! Держись! Смотри, он уже здесь! Здрасте! Что позву, матрешка? Слушай, а где ты был вчера? Я к тебе трижды вчера стучалась в номер Я так устал, сразу лег спать Даже не раздевался Ага, заснул он, как же Давай работай! Али-али! Ладно! Ладно, а на первый раз прощаю Вот так, вот так Прекрасно Великолепно, давай Али-али! Ой! Стойте, стойте! Что вы? Нет, нет, нет! Великолепно! Я не умею! Великолепно! Подождите, пожалуйста Делайте так, как будто вы поправляете волосы Вот так Во! Супер! Ну, все, все, хватит Один шаг ближе, пожалуйста Вот так, как будто щеку трогаете Отлично! Вот так! Вот так! Вот-вот, супер! Магнифисант! Великолепно! Качу, водки! Супер! Качух, ты куда? Подождите, не обращайте внимания Извините Подождите! Ну! Молоток мне дай И хватит дурью маяться Какой? Какой молоток? Большой Я тебя зачем с собой взял? Чтобы ты мне все здесь разгромил? Безрукий! Собирай все быстро! Клон! В цирк тебя сдать для опытов! Столоп! Что ты за человек такой? Какой есть? Что там бубнишь? Что ты с кожи вон лезешь? Научить тебе дурака? Делу хочешь? Ты запомни! Будешь таким, как я Будешь в технике разбираться Ты без куска хлеба не останешься! Понял? А я не хочу быть таким, как ты! Ясно? Что значит таким, как ты? А ну вернись быстро! Поясни! Таким нищим, жалким и беспомощным! Я бизнесменом стану! Я счет свой личный открою! Я мамки на сапоги, на отпуск, на машину личную заработаю! Понял? А может это не мой ребенок? Ты все понимаешь, что он говорит? Да что ты там про Наташу Ростову? Толстого начитался! Все развернуло! Ну что, молодежь, приехали? Эй! Эй! Стой! Куда? От деньги! Эй! Вот паразиты! Луи, подожди! Один вопрос! Луи! Надяш? Ты? А, ребят, я сейчас, буквально через минутку! А ты как здесь? Мы тебя в паре ждем! А это кто? Да это фотограф, приятель Ереминой! Ты как здесь оказался? Помлю! Ну ладно, собирайся домой, поехали! Подожди, а дети где? Ты что, одних оставил? Оставил? А это не ты у нас, мамаша многодетная? Или ты забыла? Да нет, я, слава богу, не забыла, что еще пока женщина, а не лошадь сломовая! Ну, извини, я пытаюсь на работу устроиться! Не получается пока! Плохо пытаешься! А ты попробуй, я не знаю, мешки какие-нибудь грузить, ну, как нормальный мужик! С углем? Да хоть с дерьмом! У меня же спина больная, ты же знаешь, я не могу! Я забыла, прости! Ну, надо же что-то делать, Сереж! Надо делать! Ну, нельзя же так жить! Я делаю? Я вот бомблю! А, бомбишь! Да? А ты в курсе, что твои бомбежки? Только на твою тачку дурацкую хватает! Это же как черная дыра! Сереж, ну, давай так вот, по-честному! Ты за 15 лет нашей с тобой совместной жизни хотя бы один цветочек мне подарил, ты хотя бы один комплимент мне сказал, ты хотя бы раз поинтересовался, что я хочу, о чем я мечтаю, ну, хотя бы раз! Ты задумался о том, что я на трех работах пошу тебе, мужику, не стыдно? Так ты по этому детей кинула, а сама по кабакам! Да посмотри, на кого ты похожа! Да тебе же наплевать на всех! Мне наплевать! Стой! Да не трогай ты меня! Я вот, Сереж, смотрю на тебя, и у меня такое ощущение, что мне без тебя легче будет, честное слово! Ты подумай об этом, когда в следующий раз будешь в телевизор пялиться, ладно? Да! Все, Наташа! Вот это все! Это действительно все! Все! Да ладно! Да ты же слабак! Да ты на поступок-то не способен! Слабак? Я на развод подаю! Слабак! Да скатертью дорога! Подавай куда хочешь! Мне правда без тебя легче будет! Ой, нет! Наталья, ну наконец-то! Ну, что опять случилось? Ну, ничего, ничего! Так, пойдем, я тебя кое с кем познакомлю! С кем, Катюша? А где Луи? Слушай, дался тебе этот Луи! Отличный мужик! Слушай, вы только что с ним познакомились в этом баре! Представляешь, оказывается, он адвокат, и если ты расскажешь ему про проблемы со своей старушинцей, он в Мику уладит все эти вопросы! Ну, мужик! Итак, знакомьтесь, это Виктор, а это моя подруга Наталья! Я вам много про нее рассказываю! Здравствуйте! Хорошо, любите жаловать! Ну что ж, а я, с вашего позволения, мне нужно в номер затричать буквально на секунду! Я скоро вернусь! Чёртись! Пожалуйста, присаживайтесь! Вы даже не представляете, как я счастлив! Вы очаровательны! Ваша подруга говорила мне, но я не думала, что настолько! Спасибо! Давайте что-нибудь выпить! Нет! Пойдем! Я тебе приготовила небольшой сюрприз! Катерина! Ну, давай, пойдем, перестань капризничать! Пойдем! Осталось совсем чуть-чуть! Подожди секунду! Вуаля! Ой, дорогой, иди ко мне! Ну! А вы! Катерин! Ну, милый, ну, идем! Господи, ну, как я по тебе соскучил! Стоять! Делись ко мне! Ну, дай поцелуй! Отстань! Да что с тобой? Надоело притворяться, понятно! А ты что? Ты разве притворялся? Да! Я не люблю тебя! И никогда не любил! Ясно? Ой! Ну, и что? Переспали разок! Вот это надо было прекращать еще тогда! Ну, подожди, подожди! А почему ты меня не бросил тогда? Бросаешь сейчас! Я и хотел уехать! В Россию ушел! Точка! Но от тебя не так легко оторваться! Штучка! Подожди, подожди, Луи, подожди! Луи, я поняла! Ты... Айо! Ну, подожди! Ты же просто шутишь, да? Милый, ты пошутила, господи! Я еще иногда думал, может быть, в России ты станешь другой! Какой? Но нет! Но нет, ты осталась такая же! Такая же! Какая? Пластмассовая! Ты стала как одна из многих пластмассовых баб, которые думают только про шопинг, спа-салоны, куклы-барби! Понятно? Вы как клоны, похожие друг на друга! Силиконовые груди, силиконовые губы! А может быть, тебе просто мужики нравятся? А вот с этим у меня все в порядке. Понятно? Просто мне немножко другие женщины нравятся. Вот и все. Другие? Скажи, скажи мне, какие? Ну и я... Я тогда буду такой? Мне нравятся чувственные, глубокие, настоящие женщины, как твоя подруга Наташа. Ты так прекрасна и так сексуальна. Пожалуйста, не продолжайте. Ваша подруга сказала, у вас проблемы какие-то, ты личные. Я бы мог, так сказать, заняться этим вопросом. Мне кажется, мы очень нужны друг другу. Перестаньте, ну что вы себе позволяете? А в чем дело? Бери руки к себе, грязный маньяк! Девушка со мной! Понятно? Простите, я был неправильно проинформирован. Ой, спасибо вам большое, вы меня выручили. Ну, теперь вы передо мной в долгу. А где Катя? Мы с ней поссорились. Как поссорились? Из-за чего? Пойдемте. Я как раз хотел с вами поговорить об этом. Только вы можете мне помочь, понятно? Я? Но как? Я очень люблю Катрину, она меня не понимает. Вы ее лучшая подруга. Давайте поговорим. Поднимемся ко мне в номер, пожалуйста. Нет, 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 я не могу, уже поздно. Моя жизнь зависит от этого, понимаете? Вся моя жизнь. Мне неудобно, правда, нехорошо. Пожалуйста. Господи, ну пойдемте, вдруг ненадолго. На самом деле, очень приятно. Спасибо вам большое. Но, если честно, то мне уже, наверное, господи, лет триста, никто цветов нет. Ой, черт. Сейчас. Ой, осторожно. Тихо, 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 тихо. Ой, господи. Ой, ля, ля. Случайно выключили. А вдруг Еремина? Нет, кто-то. Ну, тогда не важно. Папа, где мама? Мама? Мама задерживается, моя хорошая. Федька, зубы почистил? Да. Ну что, по кроватям? Сонечка. А ты нам сказку почитаешь? Сказку? Нет, давай, моя хорошая, в другой раз. Хорошо? Сказку, 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 сказку. Нет, давай спать. Она не умется, пока ты ее не почитаешь. Сказку, сказку, сказку. Сказку? Ладно, а какую вам мама обычно читает? На, вот это. Золотая рыбка. Золотая рыбка. Оп, давай. Слушай. Сказка о рыбаке и рыбке. Они жили в ветхой землянке, ровно тридцать лет и три года. Старик ловил неводом рыбу, а старуха прила свою пряжу. Раз старик закинул в море невод, пришел невод с одной тиной. Второй раз закинул он невод, пришел невод с морской травой. Третий раз закинул он невод, пришел невод с одной рыбкой. Она была не простой, а золотой. Пап, чего ты плачешь? А я не плачу. Не плачу, доченька. Сказка просто очень грустная. Пап, я там и яичницу пожарила. Иди поешь. Спасибо. Слушай, ты меня извини, что я в гараже, но... Прости ты меня, сын. Когда я увидел твои глаза, которые, как два голубых цветка, любовь пронзила мое молчаливое сердце и на земле остались. Только мы вдвоем. Пожалуйста. Ой, я не пью. Спасибо. Возьмите, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, хорошо. Натали. Чин-чин, чин-чин. Ну, хорошо. Чин-чин. Я не понимаю ни слова по-французски. Мы в школе английский учили. Но вы же меня понимаете? Мне не стоит пить. Вот. И действительно поздно уже, наверное, я пойду. Когда я вас видел, я сразу понял, что вы должна быть моей. А правда? Неправильно поняли. Пустите меня, пожалуйста. Я пришла только потому, что я была уверена, что мы будем разговаривать о ваших отношениях с Катрин. Но раз нет, то, наверное, я лучше пойду. Спасибо. Вот черт, простите. Что мы будем тратить время. Натали, идем со мной. Нет, нет, нет. Вы меня не поняли. Я вас хочу, Натали. Отпустите. Ну, мамы, вы хотите. Да, Натали. Живы? Тихо, тихо, тихо. Натали! Натали! Ой, кстати. С вами все в порядке? А? Да. Спасибо. Уже в порядке. Сволочь. Господи. Бонжур. Здравствуйте. Ну, бонжур. Ну, здравствуй. Шаг часов разделит жизнь и смерть. Шаг часов встречает новый день. Механизма ровный стук Успокаивает слух. Тихо, так, часы летут. И я старею на глазах морщинок круг. До свидания, моя шальная молодость. Тик-так, я не могу остановить тот шаг. На стрелках седина, на волосах. И не от холода. Холодно, холодно, холодно. Мне кажется, ход заколдованный. Тик-так. Но встаньте, встаньте на минутку-то. Куда спеши-то и зачем идти? Когда уж вроде-то все пройдено. Но хочется. А если хочется, то сможется. Время, стой. Я не намерен ждать, Когда ты остановишься. Но часы неумолимо. Шаг за шагом мимо, мимо. Пролетают, словно птицы. Провожаю их тоскливо. Дни проносятся мгновенно. Под шаги часов на стенах. Разочарований море. Радостей всегда пополе. Тик-так. Идите только, не бегите так. Спешите, но не забегайте. Так вперед. Успеть еще все хочется. Тик-так. За вами не угнаться. Но я рад, Что хоть когда-то эти стрелки Приносили радость творчества. И мы готовы. Пацаны, собрались? Собрались. Хорошо. Пуговичка. Мам, ты где была? Ребята, вы, наверное, без завтрака. Давайте я вам хотя бы бутерброды с собой сделаю. Мы уже поели, мам. Да, поели. Пока. Сонь, а снимай шапочку. Я тебя нормально заплету. А меня уже Коля заплел. Ты иди сама поешь. А я детей отведу. Сережа. Ау? Ты ведь пошутил насчет развода, правда? Конечно. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Терпеть не могу, когда мужики врут. Привел меня к себе в номер. Сказал, что о тебе хочет поговорить. Но я решила, что у вас какие-то проблемы. А на самом деле он в койку хотел меня затащить. И что? Ты с ним легла? Еремина, ты что, дура, что ли? Он лег на пол. Ты знаешь, у меня рука тяжелая. В каком смысле? В прямом Еремина. Дала ему по морде. Ты что? Полушкина, да, любая из моих подруг готова с ним переспать. Да что ты. Ну и отдай ему это барахло. На черта он тебе такой нужен. Еремина, поверь мне, ты достойна большего. Это ты мне говоришь? Конечно. А я, между прочим, очень талантливая ученица. Ты мне как там говорила? Делай только то, что тебе выгодно. Так вот, прости меня, пожалуйста, но какая тебе выгода от этого дурака? Что там еще было? А, думай только о самой себе. Угу. Подумаешь ты о себе. Как же с таким, как он? Ну и коронное твое. Я этого достойна. Еремина, ты действительно достойна. Нет, правда. Но не этого ничтожества. Катюх, ну чего ты? Ну перестань. Ну что ты из-за какого-то... Ты знаешь, я приехала учить тебя жизни. А на самом деле, это мне нужно поучиться у тебя. Почему? Потому что ты счастливая. Я? Кто это так рано? Алло? Да, здрасте. Кто? Когда? Да, конечно, я еду. Наташ, что случилось? У тети Маши сердцем плохо. Подожди, я вызову машину. Слушай, а? Ну, ну не следу, а? Даже намек. Ну, мушенька, уважаю, уважаю. Молодец. Ты кто по специальности? Где работаешь? Да вот как раз сейчас нигде не работаю. Да? Угу. Такой талант взрывать нельзя. Я хочу открыть свой собственный автосервис. Пойдешь ко мне работать? Чего нет? Пойду? Ха-ха. Нет, 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 нет. Мы так не договаривались. Это... Ну, 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 перестань. Я же повинствовал. Нет. Перестань. У тебя трое детей, а ты кочевряжешься. На. Нет, спасибо. Бери, пока дают. Нет. Слушай, ну считай, что аванс. А? Спасибо. О, Господи, ну что ж такое-то? Ну вот, ну вот. Ой, не могу. Опять педали перепутала. Ой, ну что же это? Что ж такое? Ой, ну к чаю, мамочки мои. Ой. Мужики, не знаете, кто хозяин? А? Здрасте. 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 Ну что, теть, может, ты как? Черт, концы не отдала. А, тиша, 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 подождите. Вы так не волнуйтесь, но бабушке нужен постоянный уход, правильные лекарства и не оставляйте ее на долго дну. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Ну что? Ой, Наташенька, как прихватила. Еле до телефона дотянулась. Думаю, ну все, помру и буду валяться тут одна. Ну чего ты? Боже мой, мне так страшно стало. И вся жизнь промелькнула. Теть Маш, прорвемся. Я теперь гораздо чаще приезжать буду, я обещаю. Не надо заезжать. Пусть, бери Сережу, дед, и переезжайте ко мне. Будем жить вместе с Богом. Теть Маша, родная моя. Ты прости меня, девочка. А квартиру мы вашу будем сдавать. Все-таки, как никак, а копейка лишняя никогда не помешает. Ну. Да. Девочка моя. Мама. Тише, ты не видишь, она устала. Я есть хочу. Пошли, пошли готовить. Вот кто так чистит? Откуда у тебя руки растут? Как умею. Лентяй ты, Федька. Даже постараться не хочешь. Что, от папки нахватался? Что так топают? Сонечка, сама раздевайся. Здорово, пацаны. Тише, что ты? Че такое? Мама спит. Ну, работайте, работайте. Ну, работайте, работайте. Наташа. Наташенька. Чего? Сережка. Квитанции я оплатил. Это хорошо. А че за праздник-то? Тот дядька, которому Колька машину оцарапал. В общем, ему понравилось, как я ему машину сделал. Да ты что? Правда, он ее снова оттого. Но это не важно. В общем, он мне работу предложил. Во. Я тебя поздравляю. Мама. А ну, братва, налетай. Иди ко мне, моя полицеза. Моя девчонка такая сладкая такая. Моя девчонка такая. Кто здесь такая? Ой. Что? Ой, господи. Че такое? Маленький пошевелился. Ну что, Еремина, домой? Да. Хватит, нагулялась. А куда уеделся? Да его какая-то русская проститутка в гостинице обчистила. В общем, ни паспорта, ни денег, ни фотокамеры. Так, билеты на месте. Ну что? Ну что, что? Ну что, долгие проды и лишние слезы, тоже ненавижу прощаться. Еремина, я так счастлива, что ты приехала. Ты понимаешь, что я жить по-другому начала? Тебе. Спасибо. Алушкина, это тебе спасибо. Ну все, ладно, иди, а то опоздаешь. Хорошо. Пока. Я говорю, меня обчистила русская девка. Я позвоню. Забрала все документы и камеру, и упустите. Катрин. Ради бога, эта женщина меня знает. Катрин, скажи им, пожалуйста. Вы его знаете? Да нет, что вы, я этого человека вообще в первый раз в жизни вижу. Катрин! Извините. Катрин, ты что? Катрин, ты что? Да, это я. Милый. Милый. Как же я по тебе соскучилась. И еще, знаешь, дорогой, я так хочу маленького. Вот только приеду и сразу же за дело. Целую. Так, держи. Так, Маша. Подожди, 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 Сонечка. Вот шарик. Подожди. Ну давай, давай. Вот, Соня, все из-за тебя. Пять шариков лопнуло. Они были лопнутые. Ну что, прикрепил? Молодец. Это что такое? А ну, тихо, тихо, салаки. Сейчас ты у меня получишь. Тихо, салаки. Вы что? Тишина на палубе. А то родители на время. На. Привет, на это смотреть. Чихо, чихо, чихо. Она спит. О, посмотрите, кто пришел. Какую вам ляльку папа с мамой купили. Вы что, баба Маша, не знаете? Детей не покупают. Да? А где их берут? Детей рожают. Дай сюда. Я сам. Мал еще. Наташа, давай к столу. Тебя только ждем. Мам, письмо от твоей Ереминой. Тьфу, шифра. Да ты что, че пишет? Фотку какую-то прислала. Серега, ты глянь. А Еремина-то вдохновилась. О-ля-ля. Вот еще сообщение какое-то. Благодаря тебе я знаю, зачем живу. Ничего себе. Ну, что за нас? Давайте. И за Еремину. Давай. Поехали. Поехали. Поехали.